Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале, и сегодня у нас будет супер девчачье видео. Мы поговорим про шмоточки, про всякие аксессуары и про мои покупки. Я на день рождения ездила в Париж и в Италию, я болела там, поэтому, честно говоря, практически ничего не привезла, и, собственно, видео и не было. А сейчас я на пару дней ездила в Вену к своей подруге, пока еще виза, слава богу, открыта, и просто случилось какое-то безудержное веселье, безудержная трата денег. Я вернулась с чемоданами и не поняла, что произошло. Ну, в общем, чтобы вы понимали, что вас ждет, это Шанель, Селин, Саваровский и очень много супер выгодных, каких-то таких интересных брендов, которые я урвала в отлете Tiki & Max. Что самое интересное? Tiki & Max, в общем, кто как читает. Мы, когда туда пошли, подруга мне показала этот отлет, она говорит, ой, я там часто закупаюсь, я тебе там и чехол покупала. Я пришла, ну, естественно, я офигела, потому что я просто расскажу, мы столько всего нахватали, просто вот все, что видите, что и хватает, что там очень дешево. Но я не поняла, что это, такая, ну, окей. А потом я вернулась и вижу кучу своих обожаемых блогеров, там, американских, европейских, которые тоже ходят в этот отлет, и такие, ой, мои покупочки для дома, мои покупочки, я не знаю, бьюти покупки. И я такая, блин, я тоже там была, ребят, я теперь понимаю, почему вы его любите. В общем, я не задерживаю, прям бы слишком растянулась. Вы пока, пожалуйста, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ставьте лайк и напишите, какая была самая удачная покупка у вас за последнее время, вот чего вы так очень сильно хотели и смогли, наконец-то, урвать. А я сейчас покажу свои покупки. Давайте сперва пройдемся по этому потрясающему аутлету, а потом уже перейдем к отдельным покупкам. Вот, например, я там в Селин зашла очки купила, Нью Белансы, серьги Шанель, ну, в общем, давайте сначала, наверное, пойдем по нарастающей, чтобы в конце так бабахнуть, так бабахнуть. Ну что, мы когда зашли, это огромный, как, не знаю, амбар, что ли, сложно описать, в общем, такие, как будто спортивные залы, там куча всего лежит, очень похож вайп секонд-хенда. Я когда прислала оттуда фотографии, тебе взять, хочешь, мне пишут, ты что, в секунде? Я такая, да нет, все с лейблами, все новое, вот, хотя, знаете, я и в секунде люблю покопаться, честно, это мой guilty pleasure, мне очень нравится, потому что можно что-то супер уникальное, какие-то винтажные коллекции найти только там, поэтому я этого не стыжусь. Ну, в общем, значит, мы пришли, и там все разделено по размерам, по категориям, и на первом этаже было все, что касается одежды, аксессуаров, по-моему, аксессуаров были на втором этаже, одежда, сумки, обувь, ну, что-то такое вот базовое. И мы идем, и там просто в ряд кучу-кучу сумок. Там было много интересных брендов, там был Calvin Klein, там был Sea by Chloe, между прочим, там очень много было Moschino, но все такое, знаете, Lanvin, по-моему, даже было. Ну, в общем, такое, немного потрепанное, скажем так, но при этом без характера. Ну, в общем, не было вот той вещи, чтобы я прям захотела. Хотя, честно, я вот в таких местах люблю копаться, я ищу, ищу, чтобы что-то прям вот вырвать бриллианты, ты такой, о, мой бриллиантик. Вот, и, конечно, там нужно смотреть на качество, потому что сумки могут быть покоцаны, но это Outlet, я так понимаю, что они это все, знаете, там купили, я не знаю, в Германии, привезли в Италию, а скинули вообще в Австрию, ну, образно, да. Вот, и, значит, мы ищем, 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 там для подруги чего-то находим, и тут она прибегает и говорит, Даша, я нашла для тебя сумку. Во-первых, одну из сумок, которую мы нашли, мы уже в Telegram выкладывали, очень смеялись, эта сумка просто находка для Кейли Бивер. Там, в общем, и бальзам выскакивает буквально, и зеркальце, ну, в общем, красота просто для битеголика вообще, Атас. И тут она прибегает и говорит, Даша, ты просто не поверишь, ты сейчас упадешь. Я такая, что такое? Говорит, я нашла для тебя сумку. Девочки, если вы хорошо уже меня знаете, то вы поймете, почему это Атас. То есть, потому что я обожаю все, блестяще. Вот эта ирония, джуси. Во-первых, джуси культур, это модно, да, это как бы сейчас в тренде, ну, не совсем, наверное, но год назад точно было. Вот, а во-вторых, она такая кайфовая, и, между прочим, похожую сумку как раз тоже покупала моя лучшая подруга мне в Заре, потом вам покажу картинку, она очень похожа. Кстати, я думаю, возможно, Зара сделала фейк на джуси, может быть, кстати. Вот, она, то есть, похожей формы, там более большие эти стразы, но так, да, это просто сумка, облепленная стразами. Блин, какая она классная. Она очень легкая. Здесь, во-первых, удобно, что ее можно брать вот так, конечно, простите, но я максимально сейчас не подготовилась для этой сумочки, чтобы вам ее показывать, да, но вот представьте, что у меня какая-то там футболочка, либо топ, либо кроп-топ, и я такая красивая с этой сумочкой, ну, в общем, роскошь. Вот, очень красиво переливается, здесь прям супер все сделано детально, вот, сейчас просто сложно сфокусировать, потому что очень много деталей. Сердечко тут написано, джуси кутюр. Если вы вовнутрь, а, еще здесь большой ремень, но на большом ремне она как-то дурацко смотрится, у нее нет, знаете, четкой формы, что ли, и из-за этого она болтается, он еще не регулируется, он просто очень длинный, и вот там на уровне паха где-то у тебя болтается эта сумка, ну, не прикольно, поэтому не рекомендую. Вот, внутри она вся тоже, смотрите, какая выделка, потрясающая, везде брендовая, и вот такая вещичка, джуси кутюр, вот здесь можно класть, ключики или что-то еще. Сделано просто класс, вот это сейчас я вам покажу. Она была вся упакована, она была вся в лейблах, и вот даже в, ну, в клееночке, знаете, когда прям суперновая. И они там так еще варялись, знаете, что мне очень понравилось, ни один стразик не пострадал. Еще была розовая, такая же, прям прям такая же, но там какой-то очень был неоновый цвет, и я решила, что вот это прям универсальная малышка. И вот я такая беру ценник бы, по-моему, она стоила 250 евро изначально, если не ошибаюсь, а я ее взяла за 23 евро. В общем, мне кажется, за 23 евро это более чем, это прям потрясающе. 230? Ну, не знаю, вот, в общем, это так смешно, потому что вот только моя подруга могла это мне принести и угадать, что я просто там словлю какой-то инфаркт красоты, потому что, извините, но для меня это красиво, да, да, вот такая я Бритни Спирс из нулевых. В женскую одежду мы особо не пошли, да там, честно говоря, и тяжело было что-то найти. Там были даже и бербери, тренчи, ну, такие прям не тренчи, а что-то невнятное. В общем, там были бренды, но мне кажется, это так быстро раскупается и так просто долго висит, что, ну, вот реально вайп секонд-хенды только дорогого, и из-за этого ты не очень хочешь какой-то супер устаревший, неприкольный тренч за 1000 долларов, да, то есть там есть и дорогие прям вещи. В женской одежде мы особо не копались, но да, я купила носочки Кельвин Клайн Джинс, очень классные, и топы, а-ля там Лифа, Томми Хиллфигера, они прям вообще роскошь, я, честно говоря, их померила, изначально я подумала, что будет, наверное, как дурацко смотреться, у меня не было белья Томми, я такая, ну, как оно будет, а в итоге все хорошо, все, ты знаешь, удобно, очень, резинка большая, ну, в общем, рекомендую, посмотрите, если еще не смотрели. И женскую мы одежду как-то прошли, пошли сразу в обувь, потому что подруга говорит, тут обувь просто роскошная, она взяла себе и туфли, и, по-моему, какие-то балеточки, в общем, очень много всего, я чего только не меряю, там были конверсы, Кам де Гарсон, представляется вот с этим сердечком, но, к сожалению, размер чуть больше моего не подошли, там были какие-то эксклюзивы от Адидаса, там были Хантерс, вот эти резиновые сапоги блестящие, в общем, просто красиво-красиво, но у меня размер такой пограничный, и мало чего интересного можно найти, но я прикупила одну пару, сейчас я нагнусь и вам покажу. Честно затрудняюсь, как их назвать, потому что, видите, это с одной стороны как будто бы лоферы, но у них открытая пяточка, и здорово то, что летом все проветривается, в общем, они мне безумно понравились, они очень мягкие, я часто говорю вам, что у меня проблемная нога, и мне все натирает, мне все жмет, мне все неудобно, и вот с носками было все идеально, но это было путешествие, мы долго ходили, мы долго бродили, я думаю, что если мы без носков их примерим, тем более в городской черте, потому что, ну, в городе ты чего там, вышел по делам, и что-то еще, не особо как-то напряжено, в общем, они здоровские, это фирма Кушанер, вы знаете, что это такое? Я нет, ну, в общем, я единственное, что расстроилась, моя подруга взяла обувь, там они все примерно 30-40 евро, и, сейчас мы их опустим, и подруга взяла туфли, которые были якобы там 200-300, и вот они там 40 евро, на некоторых есть изначальная цена, на некоторых нет, и на них не было, но они такие мягкие, такие удобные, мы их потрогали, и думаем, блин, надо взять, вот, а потом зашла на сайт, и там, честно говоря, они все не особо дорогие, 50% скидка была на них, то есть они, по-моему, 60 евро стоили без скидки, и я так поняла, что этот бренд не особо использует натуральную кожу, вот, ну, посмотрим, как будут носиться, но они очень удобные, у меня просто есть одни похожие, закрыты пяточкой, и мне все-таки они жмут, но они, кстати, вот кожаные, из иконики, очень были дорогие, я их и не носила особо, потому что как некомфортно, вот здесь можно считать, что пятка открыта, и там как раз ты натягиваешь саму ту резиночку, в общем, просто классно, нужны ли были они мне? Наверное, не особо, но я осталась довольна. Так, двигаемся дальше, и дальше мы уже пошли в аксессуары, в какие-то бьюти штучки, если бы я знала, что я буду снимать это видео, потому что я не планировала вообще, что я чего-то много там куплю, честно говоря. Я бы вам подсъемы, конечно, сделала, и бьюти бы показала, потому что там есть и Olaplex, там есть и SPF, и Clorans был, и чего-то, там не было, очень много интересного, единственное, что, наверное, со сроками годности нужно быть осторожнее, но прям неплохо. Баночки я не смотрела, но прихватила косметичку на этот бренд, я обратила внимание еще в категории сумок, потому что у них были сумки, там а-ля, ты прям берешь, ты чувствуешь, что кожей прям пахнет очень сильно кожей, то есть такая прям качественная вещица. У них очень много было сумок, но они все выглядели не стильно, я не знаю. Вот как, вот представьте, сейчас пояс сделать, да, к ней, вот такая вот а-ля сумка, очень просто, но при этом прям выделка хорошая, здорово. И что меня привлекло, так это изначальная цена. Там эти сумки были по 1000 долларов, на скидке они якобы там по 150 были долларов, и мы такие, а тут все здорово, и фурнитура, и всякие замочки, и вот, ну, посмотрите, реально, косметичка просто шикарнейшая. И, конечно, ну, сумку не стильно у меня не особо хотелось, но я так думаю, блин, мне кажется, хорошая бренд, надо посмотреть. И я увидела вот такие косметички. Нужна ли мне была опять 25 косметичка? Наверное, скорее нет, но мне понравилась здесь форма, что, знаете, обычно вот у меня есть от Фурлы, тоже я купила, красивая-ля маленькая, с собой куда-то ездить, но она неудобная, потому что она очень узкая, и ничего вот здесь не помещается, то есть, либо ты сюда кладешь, либо вот так у тебя хайлайтер один становится, и все, потому что она очень узкая, таким вот треугольником круглым. А здесь она, видите, объемная, она широкая, и за счет этого сюда реально много чего помещается. Ну, и я приспособила в целом к своей блогерской жизни эту косметичку, потому что у нас, у нас, у блогеров, в общем, у меня очень много категорий, там, например, это я тестирую, вот это я там должна в первую очередь протестировать, протестировать, это я посмотрела, но не сняла видео, в общем, у меня все так как-то со смыслом лежит, и я ее супер приспособила, говорю, качество, фурнитура просто на высоте, и я вот планирую тоже с ней ездить на какие-то небольшие расстояния, потому что она мне очень сильно понравилась. И еще одна косметичка, но уже мужская, Nessessor, кажется, это называется, вот такая от Ральфа Лорена. Моя косметичка, к слову, стоила порядка 25 евро, а полная ее цена была 266 долларов. Ну, в общем, Ральф Лорен, там была примерно похожая ценовая политика, мне кажется, примерно 100 евро она стоила, мы купили ее евро за 20, вот просто такая стандартная мужская штуковина, она нам очень сильно была нужна, потому что я обычно одалживала свои, розовые, понятно, не особо ковельво, там какие-то черные, коричневые мы брали с собой в поездки, но они уже были высвешены не очень. И вот мы решили взять такую оливковую зеленую, ну, мужская, не стыдно с собой взять, не стыдно, знаете, выйти где-нибудь, куда-нибудь с ней прогуляться. Тоже здорово сделано, тоже очень хорошие тут внутренние отсеки, в общем, она мне понравилась, и что здорово, вот здесь, да, удобно действительно ее брать, и, может быть, даже куда-то с ней ходить, ну, в плане, там, по отелю. Одел с аксессуарами, и вы просто не поверите, сколько там всего интересного. Я уже потом, когда вернулась, увидела, как девушка скупила там буквально все аксессуары, которые были, я так пожалела, что я, знаете, как-то спустя рукава там поковырялась, потому что я прошла именно по брендовым. У них брендовые, они были за стеклом, Сваровские как раз я взяла просто. Я бы никогда в жизни их не купила онлайн, либо в каком-то ресейле, ну, в общем, я бы на них не обратила внимание, из-за того, что они были практически одни, вот так стояли грустно, уныленько, скучали, ждали меня, я такая, иди сюда, мы уходим. Вот, и я посмотрела, там коуч были, гест, ну, такая классика, которая, мне кажется, всегда как раз вот а-ля в американских аутлетах, и как-то меня это все не особо привлекло, и тут я вижу, тадам, тадам, мы соприкоснулись взглядами. А у девушки, у нее были бренды, я думаю, которые популярны, наверное, в Америке, я такие не знаю, но очень красивая а-ля Баленсиага, Сергей Капли, но при этом, знаете, не совсем как копия, ну, не копия, и вот это мне нравится, когда вроде бы вайб общий, но при этом не позорненько, да, так повторять, потому что когда с Алиэкспресса берешь, тут уже все понятно, а здесь как бы навеяно, вот. И значит, Сваровский я сейчас сразу надену, потому что я их просто обожаю, здесь у нас сразу сохранился ценник, они стоили 155 евро, и в этом аутлете они уже обошлись мне в 39.99. Это коллекция, которая уже была представлена после ребрендинга, у нас было с вами отдельное видео, где мы смотрели, что вот был старый Сваровский, стал новый, и они поменяли полностью концепцию и стали модненькие. У них было много похожих сережек, здесь просто металлическая окантовочка и камушек. У меня самый стандартный, это вот такой кристально чистый камень, но в чем самое интересное, что когда вышла эта коллекция, это коллекция номер один, по-моему, их она называлась после ребрендинга, они в основном делали позиционирование и акцент на цветных моделях, то есть у них там был зеленый камень в розовом, например, корпусе, либо что-то еще, то есть такие не совсем ординарные цветовые сочетания. И из-за этого, конечно, ну, не особо было про меня, то есть я могу голубые, серьги от меня и Сваровские, но я когда выбираю комбинацию цветов, мне даже до сих пор золото с серебром тяжело дается, вот мне не очень это все нравится. И цветные, ну, все-таки мы с вами постарше немножко дамы. И здесь я увидела и подумала, боже, это та классика, которая мне, скорее всего, подойдет. Мне их дали примерить на такой пластмассовой штучке, и я смотрю и думаю, боже мой, мы встретились, мы так красиво вместе смотримся. Сейчас я вам покажу. Они массивные, ухо прям сухо немножко свисают, но я заметила, что мне даже это очень сильно нравится. Мне вот нравится, что они как-то так уставшие выглядят на ушки. Во-первых, они просто очень качественные. И даже для Сваровских, кстати, 150 евро уже в их концепции цен, это неплохо, потому что у них есть уже за 300 евро сережки, за 400, то есть они еще изначально, знаете, мне кажется, после ребрендинга не особо задрали цену. на эту модель. Тут написано 8D. Не знаю, что это значит. Вот. 8D, потом тут у нас есть штампик Сваровский, и вот так выглядит эта сережка. Она действительно тяжелая, как я сказала, она немножко грустит на ушки, но мне это прям нравится. Не знаю, какой-то гранжевости, что ли. Они не совсем такие прям классически опрятные, вот мне это в них нравится. Они под рубашку, но сегодняшняя рубашка такая вообще в ней. Какой-то птенчик я вам тоже покажу, потому что я ее тоже купила. Между прочим, но только в другом магазине. Вот. И они, мне кажется, очень здорово выглядят. Я, когда приехала, только в них хожу уже недели 2-3. То есть вот прям они настолько мне подошли, они настолько вписались в мои образы, в то, как я себя ощущаю. Потому что мы долго с вами обычно разговариваем на эту тему. Как бы большая бижутерия. Это красиво или нет? Я считаю, что это красиво ровно в тот момент, когда вам это идет внутренне. То есть когда вы себя клево в этом ощущаете, тогда это красиво. Если вам кажется, что перебор, если вам кажется, что алиповата, потому что мне часто пишут, что у меня аксессуары огромные, да и пусть. Мне это нравится. Вот. То тогда, наверное, это и не совсем красиво. В общем, останемся мы в этих серегах. Вы как раз будете все время их рассматривать. Они просто очаровательные. Я так рада, что я их урвала. И это как раз тот случай, когда я бы никогда в жизни их сама не заказала. Мне эта коллекция как-то, вот именно не эта, а, ну да, переходная. Потом они представили, у меня есть кольцо с этим камнем, с шипами, серьги а-ля хупы. Вот. А это было такое. Новый Сваровский, но еще капельку от старого. Вот такой камешек большой. Отдел с товарами для дома. Девочки, в следующий раз я еду с огромным чемоданом, потому что там было столько красивых свечей, ковров каких-то, ну, таких прикроватных, красивых, подставок мраморные, вот эти дорогущие, которые под различную косметику вашу. Ну, в общем, я смотрела и думала, повезу в зубах. Вот у вас есть такое, когда тебе все равно, куда ты это запихнешь, но тебе очень надо. К слову, я купила вообще не предмет первой необходимости, ну, примерно можно назвать мое видео. Не предмет первой необходимости. Все, что я сегодня вам показываю. Но они мне так понравились, и у меня много всего розового. Я подумала, на видео может будет красиво. Куда на видео вам рамки поставить, я не знаю. Почему напишите, если есть идеи. Сейчас я вам покажу. Вот такие очень красивые рамочки. Они были по 6 евро. Ну, типа 600 рублей. Просто, знаете, мне кажется, за 600 рублей ты даже на Валберрисе не купишь. Они, посмотрите, какие прям такие, ну, добротные. Вот, можно поставить свою картиночку, и вместе я думала, что как раз вот так они красиво будут висеть. Не знаю, чего мне сюда повесить. Я вечно покупаю всякую ерунду, и думаю, чего мне сюда присандались. Пока не решила. Пока не решила, девочки лежат у меня в шкафу, но когда решу, я вам телеграмм покажу. Кстати, если вы подписаны на телеграмм, я вас очень сильно там жду, там интересно, скидки, акции. В общем, вы все помните, я уверена, сами. Там правда круто, правда, там все сперва там появляется, и даже с отпуска я вот выкладывала сумку, там вообще мы с вами хохотали, потому что она очень веселая, которая такая с роут выезжает. Роут там мой был, кстати. Вот. В общем, купила я такие рамочки, пока не приспособила, но мне так понравились, и они как-то хорошо у меня в портфель вылезли, то есть я беспроблемно их довезла. И такая думаю, ну блин, знаете, такие рамочки на дороге не валяются. Девочки, в общем, караул, я сняла видео, потом уезжала, на долгое время положила в ящик, достаю, и вот что я вижу. Я изначально расстроилась, думала, что я вообще ее просто выкину, потом подумала, что в принципе стекло можно заказать. Да, это оказалось, блин, реальное стекло, а здесь, наверное, склеит. Но из-за того, что сейчас тут какой-то балаган, конечно, я вот просто убрала, и очень сильно расстроилась, вот скажу честно. И если в видео я говорю, что я не знаю, куда эти рамки деть, то сейчас, конечно же, эта рамка у меня пипец как стала нужна. Вот, ну, ладно, в общем, что-нибудь придумаем. Еще в мужском отделе мы взяли два пола, такие стандартные, обычные, один Ральф Флорен, второй Карл Лагерфельд, оба пола были по 55 евро, это для этих брендов прям дешево. Ну и там можно было честно поселиться, там столько всего было интересного, все можно померить, посмотреть, мое сердце там осталось. Потом, когда моя подруга заходила, уже я уехала, она мне присылала, там еще больше этих джурсикутюр, сумок привезли, она говорит, Даша, это для тебя, возвращайся. А я такая, боже, я была бы рада туда вернуться, но, увы, увы и ах, билетики не такие дешевые. Вот, и дальше уже я покажу то, что я как-то выборочно брала, мои остальные покупки в Вене, и то, что я прихватила в Париже еще тогда, когда я на день рождения была. Кстати, захватила чехольчик один, очень интересненький, это вот такой чехол, я его брала, сейчас объясню просто, почему, хочу вам его показать. Если ищете подобный чехол, возьмите на Алиэкспрессе, просто для меня это было прям, очень хотела я его, это был красный сигнал для меня, потому что я еще в Париже поняла, что это очень удобно, когда он у тебя висит, но, кстати, наверное, это не совсем безопасно, мы вот разговаривали, что это можно, наверное, подойти, срезать и забрать телефон, но, слава богу, такого не произошло. И я в Париже видела их очень дорого, тебе за 40 евро, за 60, и я, слава богу, держала себя в руках и не прикупила его, и нашла просто вот такой потрясающий на Алиэкспрессе, скриньте, если это возможно, либо напишите мне в Телеграм, я вам скину ссылку. Он очень удобный, он просто вот шикарно висит на тебе, болтается, вопрос безопасности, да, если что, я вас не учила, если у вас украдут телефон, вот, но мне понравилось, удобно, ты сразу сфоткал, повесил, прям клево. И еще в категорию вот такого чего-то похожего на себя навешанного, потому что я в последнее время просто обожаю маленькие сумочки, мне с ними так удобно, особенно если ты идешь куда-то, вот на маникюр, да, у меня маникюр вообще рядышком, просто положил ключи, положил что-то еще, и, в общем, еще одну сумку сейчас покажу. Вот такая от бренда Libiskin, ну, что-то, в общем, такое, я не сильна в этих иностранных языках, вот, она так потрясающе выглядит, это бренд из Берлина, она выглядит даже старомодно, я бы сказала, когда она висела не рядышком со мной, мне показалось, что она такая, ну, окей, а потом, во-первых, она супер качественная, смотрите, здесь вставляется, очень нравится, она похожа на Jill Sander, Jill Sander, но у них только нет вот этой штуковины, я просто хотела с Jill Sander, но, простите, за 600 евро вот такую маленькую сумочку, какой-то перебор немножко, и поэтому я ее увидела, такая, блин, мне не надо, здесь удобно, можно положить карточки, либо ключи, ну, все, что вам нужно, какие-то основные ваши маленькие вещички, сюда тоже можно положить проездной, например, и сюда вмещается телефон, у меня обычный прошка, Макс, мне кажется, не поместится, но тут даже карточки тоже в целом рядышком имеют место быть, сейчас покажу тоже, конечно, опять, хотя вот с этой, в принципе, рубашкой мне даже нравится, как выглядит, вот так она просто висит на тебе, ну, и прям симпатичненько, не знаю, мне нравится, она прям здоровская, не мешает, мне нравятся эти жгутики, блин, я выгляжу, как будто я 80-го размера, девочки, я не такая, не могу, когда встаешь камеру, просто такой, скала, оставлю, посмеетесь, вот, ну, в общем, мне она очень понравилась, там были разные расцветки, были и бежевые, и желтые, очень много всяких разных, прям очень симпатично она смотрится, и захотела черную, потому что у меня есть из Массима Дутти, кожа, кстати, эта кожа очень мягкая, и вот в отличие, например, от Джакмюсовской, это другое видео вам снимала, и ругала ее, потому что она меня поцарапывалась, прикиньте, просто столько я с ней страдала, отдельное видео было, и уже поцарапала, вот, а здесь, прямо она такая мягкая, удобная, мне понравилась, ну, и, конечно, победитель в категории сумочка на тело, этим летом, это очки от CELINE, как бы смешно это ни звучало, потому что многие покупают эти очки, из-за сумки, и я не была исключением, то есть, я пришла изначально, и я такая думаю, я померяю, я, наверное, буду очень убого в них выглядеть, потому что, ну, вы видели мои очки, у меня что-то такое винтажное, мне обычно идет, что-то округлое, ну, такой статус, скажем так, то есть, все фэнси очки, которые очень прикольные, а-ля терминатор, терминатор, а-ля терминатор матрица, неохота вырезать, в общем, я в них не особо выгляжу, и тут я померила, и поняла, что я хочу, а мне нравится, это, конечно, вот такой, они идут коробочки, у меня уже третьи очки от CELINE, они все идут в одинаковых коробках, они тут ничего особо не меняют, и вот такой красивый чехол, честно, меня чехол, девочки мои дорогие, немножко разочаровал, потому что я привыкла, что все чехлы, которые у меня есть, они выглядят добротно, ну, то есть, я понимаю, что мы покупаем очки, наверное, странно, если ты там берешь за 400 евро очки, чтобы у тебя один чехол стоил 400 евро, потому что вот Jill Sander, да, одна сумка 500 стоит примерно такая же, но как-то было качественнее, вы знаете, у тех же CELINE, у черных, у больших, у квадратных, у винтажных, у всех, они, у меня есть 4 разных чехла от CELINE, но все они прям качественно выполнены, у меня даже не было вопроса, это реальная кожа или нет, а здесь, ну, девчонки, прям совсем, во-первых, там просто красуется прям надпись, что сделано в Китае, а я в бутике CELINE покупала, что это точно не фейк, вот, а во-вторых, ну, прям видно, что, ну, сэкономили, ребятки, вот на этой полосочке, посмотрите, ну, что это за соплюшка, сейчас я, чтобы она сфокусировалась, ну, не знаю, ну, я понимаю, что когда это висит на тебе, ну, тоже не буду уже вставать, девочки, а то вы мне напишите опять, что я плохо выгляжу, ну, в общем, так, наверное, нормально, ничего какого-то странного нету, не видно, что дешевый материал, но почему-то мне казалось, что это будет подороже выглядеть, вы скорее всего видели их в золотом исполнении, потому что у всех инфлюенсеров они золотые, хотела ли я золотые? Да, хотела, и я изначально пришла за золотыми, потому что в целом, у меня всегда, я прихожу за золотыми, за черепаховыми, ухожу с черными, потому что обычно это самые распродаваемые модели, и очень сложный хурват, и мне сказали, что знаете, даже этих не было, их вообще не будет, девушка, берите, пожалуйста, иначе вы их не купите, ну, и что, сказали брать, я беру, вот, я взяла их, и честно, даже не знаю, я немножко просто сейчас не в том аутфите, так смешно было, представляете, я два года буквально говорила во всех видео, что я в аутлуке, девочки, кто работает, напишите, знаете ли, в эту программку, и я вам постоянно говорила, там, если в прошлом видео посмотреть, девочки, этот аутлук просто бомба, и я, вот, мне написали, что вы так говорите, я начала посмотреть старые видео, я реально везде говорю, аутлук вместо аутфита, сегодня этого не будет, вот, в общем, я, наверное, не совсем подхожу сегодня под эти очки, потому что, видите, они гранжевые, то есть мне хочется добавить косуху, боты, что-то такое дерзкое, выцвешую футболку, сероватую, ну, в общем, вообще прикольные, да, такие стилевые, в общем, раньше я думала, что лучше купить обувь, зачем тебе нужны очки, а потом я поняла, что я так часто ношу очки, каждый день, я могу выйти утром куда-то, вечером, и я буду в разных очках, что очки, это практически единственная инвестиция в мой гардероб, которая оправдывается, но еще украшения, потому что украшения я тоже очень люблю, я люблю их миксовать, менять, правда, вот, знаете, купить очередное кольцо, для меня это окей, потому что я это буду носить, и если поделить, знаете, вот это есть girl's math, girl's, ну, короче, girl's math, girl's math, ну, в общем, девичья математика, когда ты считаешь, сколько это стоило, и количество выходов, вот, очень много тиктоков смешных, где там девчонки другу успокаивают, что ты будешь 10 раз там выходить в этом платье, вот такая это стоимость этого платья, а сумку ты наденешь миллион раз с собой, и поэтому имеет смысл ее купить, и вот так же у меня с очками, что очки я реально ношу, поэтому я покупаю в последнее время очки, и, ну, жалею деньги, но не сильно, вот, эти очки мне понравились тем, что они очень легкие, там на оправе на дужке селин, так как такой красивый логотипчик, и они удобные, у меня есть единственные самые удобные очки, это Ray-Ban, round metal, я в них всегда хожу, потому что они очень легкие, там оправа прям ты ее не чувствуешь, она буквально как будто парит вокруг твоего лица, и у этих то же самое, потому что до этого у меня селин были все такой пластиковый, тяжелый, грубый оправе, выглядит это симпатично для вас, но я прям ощущаю, что они где-то на мне, а вот здесь такой истории нет, прям очень-очень они удобные. Перейдем к одежде, и здесь у меня две позиции, первая это на мне вот такая рубашечка, это рубашечка от ERO, ERO, ну, в общем, это парижский бренд, они супер дорогие, но что смешно, у меня две позиции в гардеробе от них, и я их купила обе, прямо с какой-то супер классной скидкой, там по 80%, у них по 600-700 евро примерно, какие-то кофты, рубашки и все прочее, эту я купила на скидке 70%, и рубашка у меня есть серая, возможно, видели там в телеграме, либо в запредграмме, просто такая, как будто из войлока, она вообще там за 40 евро, я ее приобрела, она была 800, она была еще подиумная, по-моему, там модели в ней ходили, ну вот, и здесь мне, наверное, знаете, немножко сомнителен рисунок, потому что для меня необычное сочетание какого-то рыжего, зеленого, но при этом, как будто я так хорошо вписалась в эту рубашку, я не знаю, я вот тоже, тут видите, волнами все сделано, очень красиво, и я как будто жар птицы, я не знаю, мне так нравится, я просто как птичка, особенно, она так развивается красиво, в общем, мне она очень сильно понравилась, и что здорово, она шелклая, и поэтому абсолютно ты ее не чувствуешь, это тоже еще один, а вот нет, в центре Вены, по типу гумы или цумы, я так поняла, там просто уже навалены вещи, вот так в ряд старых коллекций, можно что-то там интересное найти, там тоже, конечно, все вот такое относительно порванное, но вот это прям просто было в идеальнейшем состоянии, я ее взяла, потому что она мне очень сильно понравилась, еще я купила в косе платье, но не на скидке, просто обычная, мне кажется, их коллекция, честно говоря, моя лучшая подруга примеряла это платье, и я просто смотрю и думаю, боже мой, мне оно нужно, оно такое красивое сейчас, дорогие друзья, буквально секунда вашего внимания, пожалуйста, если вы еще не подписаны на этот канал, я вас убедительно прошу это сделать, вы очень сильно мне поможете, я хотела вам прям по носику, вы смотрели, я увидела меня как француз по носику бил, я вас также, в общем, пожалуйста, подпишитесь, напишите добрый комментарий, только добрый, и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, я вас там очень сильно жду, потому что там тоже интересно, я не задерживаюсь, давайте дальше смотреть все покупочки, я еще ни разу его не выгуливала, но возможно, к моменту, когда будет видео, я вам сделала какую-нибудь ставочку, либо сайты покажу, оно просто длинное, на молнии, и практически в пол, то есть его можно расстегнуть, как такой сарафанчик, очень красиво у него сделана спинка, посмотрите, как элегантно, она прям по фигуре расхошно выглядит, то есть и на моей фигуре неплохо, она не сказала, что она суперская, вот, и на моей подруге, то есть у нас разная комплекция, но при этом мы прям очень хорошо вот на сарафанчик смотрели, здесь притамленный, и потом он такой идет пышненький, что здесь интересно, конечно, если вы любите различные приколюхи в одежде, если вы стилист, я сейчас опять смотрела видео, подруги тоже снимала, там показывали похожее платье, но оно только было с принтом, его можно открыть вообще абсолютно, да, здесь какой-нибудь топ, здесь джинсы, и просто сверху как накидочку, но даже как платье, оно выглядит очень красиво, у Кос вообще суперские материалы, очень все дышит, так приятно к телу, хорошо стирается, ну, в общем, всем бы как в Кос, и тут я тоже джинсы хотела себе какие-нибудь новые посмотреть, я померила, там они такие мягчайшие, да, там дороговато, то есть платье было 110 евро, по-моему, хотя, знаете, мне кажется, Заре сейчас не слишком и дешево, я смотрю иногда, там если лимитка, то вообще капец, очень дорого, вот, и я мерила их джинсы, ну, вот по джинсам, наверное, видно, потому что Заре можно за сколько, за 30-40 евро, наверное, джинсы купить, если ты в Европе, если ты не в другой стране, где наценка X5, вот, а тут были, наверное, по 90 евро примерно джинсы, но мне еще как-то размер не особо подошел, не очень понравилось, как села, но как ощущалось, прям такой мягчайший материал, как будто ты брюки меряешь, поэтому я поняла, что чем старше я становлюсь, тем я понимаю людей, которые любят Кос, потому что раньше, там, мои подруги на работе говорили, что ой, Кос, я вообще обожаю, это так потрясающе, а мне как-то казалось, все слишком просто, но там такие материалы, девочки, если будете, зайдите в Кос, если вы любите сдержанное, померите, потому что это очень красиво, и прям вот вы наденете, когда ты хорошую ткань к телу примеряешь, ты прям чувствуешь, вот прям мое, и самое сладенькое я оставила на потом, это то, что я купила в Париже, в Париже у меня был день рождения, поэтому я немножко разгулялась, и купила себе небольшой подарочек в Шанель, но честно говоря, даже больше сказалось не то, что это был мой день рождения, а то, что я три года ходила и искала эти сережки, и когда я увидела в наличии обе пары, ну, не конкретно эти, но похоже, я решила, что я хочу взять, потому что я в любом случае буду их носить, я такое очень сильно люблю, и фиг знает, когда еще они будут в наличии, и я купила себе еще New Balance, давайте начнем с сережек, потому что мы на такой соблазнительно-очаровательной волне с вами, а потом опять опустимся, опустимся на кроссовок в кадр, вот, в общем, сережки, если кто-то покупал сережки Шанель, классически это бижутерия, это не ювелирные изделия, но тоже в прошлом видео я рассказывала, что часто бывают споры, следует ли покупать брендовую бижутерию, потому что она, естественно, портится, могут вывалиться камни, она может окислиться, такое есть, но у них есть лимон, то есть можно принести, тебе ставят камень, и что я заметила, когда ты продаешь ювелирку, с бриллиантом, с фианитом, фианит вообще, мне кажется, продаж, там ты прям сильно видишь, как падают цены, то есть ты берешь за одну цену камень, а потом приходишь, вот у меня подруга продавала свое помоточное кольцо, и ей оценили, оно там тысяч что стоило, ей сказали, что за десятку купят, что-то такое, и я после этого такая, так, ювелирку перехотелось как-то покупать, вот, а вот когда ты бижутерию преподаешь, особенно там какой-то Шанель, Диор, не знаю, покупали вы за 30 тысяч кольцо, продадите его за 40, если оно хорошо у вас выглядит, ну в общем, знаете, это тоже, как я смеюсь, это инвестиция, которую я никогда не оправдаю, потому что я не буду продавать, но все равно сердцу приятно, я давно хотела себе классические серьги, у меня есть малышки, прям совсем маленькие Шанельки, я их покупала еще на ресейле в России, потому что их невозможно найти, там еще такая дурацкая система, просто унижение, ты стоишь в этой чертовой очереди, мне кажется, они пошли еще с ковидом, и в некоторых городах убрали, кстати, в Париже уже не было очереди, но ты все равно, в любом случае, там же люксовое обслуживание ждешь, пока к тебе спустятся консультанты, сидишь, может попить водички, может попить кофеечек, ну в общем, и я уже на три года хотела, вот я хотела не с ресейла серьги, которые вот были в наличии, да, а я хотела сама себе выбрать новые сережки, купить, и вот любить их всю жизнь, и передать кому-нибудь подосредственно, в общем, мне прям очень хотелось, и каждый раз, когда мы стояли эти жаркие очереди, подходили, там ничего не было, потому что позиция Серег в Шанель, это самая такая досупная, то, что реально всем хочется, потому что сумка, знаете, за 10 тысяч евро, это пока еще не заработали, девочки, но в процессе, а сережки в целом на день рождения себе позволить можно, и никогда не бывает, тем более, что байеры всегда выкупают, просто в огромном количестве, даже при мне, девчонки просто скупали, там, мне кажется, нет такого, поскольку в одни руки, ну, может быть, 10 не отдадут, ну, в общем, прям покупали, вот так вот, гребли все, я вижу, что это все фотографируется, ну, понятно, куда это идет, и поэтому каждый раз, когда мы приходили, подходили, там ничего не было, либо там были уж какие-то слишком олиповатые, очень замысловатые серьги, которые ты не будешь постоянно носить, и тут, это прям был мой день рождения, я не помню, день в день или нет, вот прям, либо за день, либо прям в день, потому что мы приехали, чисто на пару деньков отметить, и тут я захожу, и я вижу, что как много этих серег в наличии, у меня уже загорелись доллары, я думаю, мне надо их сейчас продать все, потому что такие цены, которые гнут у нас на ресейле за Шанель, это еще надо увидеть, там были серьги, которые я недавно тоже, это из-за того, что я очень давно хотела, я смотрела, присматривалась, и у нас примерно все гвоздики продают за 130 тысяч, а-ля, я смотрю те, которые я видела, точно, я знаю, что это они, они стоили 600 евро, то есть, короче, x2 примерно, вот, поэтому, если есть возможность, конечно, лучше кому-нибудь отправить, купить, и я приобрела две пары, потому что они очень-очень красивые, мне не так понравились, я не смогла выбрать, но они кардинально разные, теперь у меня вообще их три, да, ну и та старая, которая с ресейла, но она была прям очень какая-то дешевая, прям вообще, для Шанели это был очень хороший дел, потому что там камушек немножко такой, готов вывалиться, но мне сказали, что можно принести, они там аутентификацию делают, и если все окей, а все окей, то они, в общем, забирают, вот, я купила две пары, и что самое интересное, мне сперва понравились одни, кстати, пусть у картинки, там много было разных, напишите, может быть, вообще другие понравились, вы другие его взяли, мне безумно понравились вот эти первые, большие, они очень красивые, они роскошные, они как раз были, по-моему, на показе, если не ошибаюсь, там, если посмотреть на сайте, вот, ты так все это открываешь, и в общем, я когда скидывала подружкам, они тоже мне сказали, что эти сережки самые красивые, вы меня уже видели в них в видео, они прям необычные, очень, вот такой свисающий логотип, они как раз то, что я не люблю, они черно, хотя как я говорю, я не люблю черно, нет, знаете, черный с розовым, в принципе, я еще и люблю, и у меня все тоже будут черный с розовым, в общем, они очень много разных в них, господи, как показать, очень много разных в них цветов, и они прям такие большие, при этом они достаточно удобно держатся на ушке, я прям не буду даже снимать, вот так они выглядят, вы видели точно в видео, и я когда померила, я поняла, что, блин, они такие классные, они прям необычные, ну, то есть, не просто логотипчик, а перевернутый логотипчик, ну, в общем, они мне очень сильно понравились, и они такие большие, и прям вот статусные, ну, то есть, как будто вот реально с показа, знаете, про Шанель за это не любит, то, что они уже очень иногда старомодно как-то мыслят, а здесь прям они очень стильные, и мне подруги тоже сказали, что очень здорово, скибери их, и я уже их решила взять, и потом я смотрю на вторые, и я понимаю, что они мне тоже очень сильно нравятся, и, возможно, вторые я буду носить гораздо чаще, чем эти, потому что эти, они свисают, они немножко цепляются своими краями, там, высокое горло не получится, с шарфом я гуляла, тоже мне было некомфортно, они вечно цеплялись, и я переживаю, как бы не вывалились, ну, в общем, это такие, я бы сказала, вечерний вариант, и тут мы еще смотрели на вот эти, они в маленьком чуть коробке, но при этом они сами тоже достаточно большие, и что мне понравилось, они обе пары, они прям большие, вот как я люблю, чтобы, знаете, не совсем малышки, а достаточно такие акцентные, вот, вы тоже меня с ними видели, и я поняла, что, кстати, самое смешное, что как они как-то не очень выглядят в коробке, ну, то есть я вот их увидела, и я такая, мне вообще не понравилось, даже не я на них обратила внимание, мы вместе были, смотрели, и мы тут такие, опа, а что такое симпатичненькое, и мне тоже консультант было девушку смотреть, вот эти они прям выглядят достойно на примерке, и мне сначала не очень они как-то, а потом я их примерила, и я поняла, что они такие клевые, они casual, прям максимально, вот подо все, но при этом в них есть тоже какой-то свой шарм, в них есть женственность, и они реально под все, вот я сейчас смотрела свою галерею, я в них почти каждый день под джинсы, под какие-то, не знаю, кардиганы, под еще что-то, да даже вот под вечернее платье, потому что они такие, ну, на мой взгляд, немножко вечерние, но при этом, они очень красивые, и что мне нравится, что навряд ли что-нибудь выпадет, потому что здесь нет ни жемчуга, ни стразиков, и они, прям, даже не знаю, какие вам больше нравятся, я вот, не знаю, мне те больше нравятся, как сами по себе, но эти очень нравятся на мне, и мне нравится, как они ощущаются, они очень легкие на ушки, но при этом прям выглядят достойно, в общем, я не жалею, что я купила две пары, да, это было не самое дешевое удовольствие, но при этом, в общем, кайфую уже, сколько их ношу, и уверена, что буду долго носить, и знаете, наконец-то у меня закрыт этот вопрос, потому что я каждый раз приходила, каждый раз смотрела, и ничего не было, что мне понравилось, а сейчас, знаете, мы даже были в Вене, и я посмотрела на это Шанель, и такая, ну, как заработаю на сумку, вернусь, и последнее, что я покажу, это тоже моя покупочка в Париже, это New Balance 9060, это очень популярная модель, а-ля здесь такие копытца, как будто бы, я старалась вам их отмыть, честно, но я уже три месяца их носила, не было никакой химчистки, ничего, поэтому, в общем, как получилось, они тут, единственное, видите, сами немножко сероватые, вот это все, это не моя желтизна, она такая изначальная была, я даже не помнила, что именно эта модель такая популярная, потому что у меня были сохранены какие-то образы, вот с такими спортивными, агрессивными, я бы сказала, New Balance, но у меня не самые худые ноги, я сейчас немножко еще поправилась, и поэтому, знаете, ну, реально прям не малышка, и тоже здорово выглядят, то есть мне раньше казалось, что такие большие копытца активные, если ты прям не супер худенький, то будет так себе смотреть, в итоге они прям офигенно выглядят, и как будто, наоборот, вытягивают твою ногу, я их купила из того, что у меня нет удобной обуви на долгие дистанции, я опять мучилась, еще там дождь пошел, ну, не самое лучшее решение, конечно, покупать замшевую серую обувь на дождь, но они такие удобные, я вот не знаю, все ли у нее были такие удобные, либо конкретно эти, потому что ты в них вообще не чувствуешь, я уже потом видела, что вроде бы девушки писали, что эта модель наиболее как-то удобна, у меня очень много друзей, которые просто боготворят New Balance, это какой-то закрытый клуб на букву S, они настолько их любят, что я все это время думала, что это того не стоит, то есть, скорее всего, просто вот им нравится бренд, они хотят его поддержать, ну, и New Balance это какое-то время стало очень стильно, а тут это самая удобная обувь, которая у меня была, что очень показательно, вот именно 90-60, я другие не меряла, во-первых, они очень красивые, это мы уже обсудили, но они очень удобные, я когда приехала, пошла по делам на следующий день, и у меня очень болели ноги, то есть я обула, и как будто отек был, я подумала, окей, я с самолета, наверное, ноги отекли, там всякие фигнюшки наелась, ну, наверное, из-за этого, и тут я поняла, что мне теперь во всей обуви неудобно, да, это не самая приятная затея, менять всю обувь, ну, и не самое приятное чувство, понимать вообще, что у тебя обувь так себе, но я к тому, что мне сейчас захотелось все больше покупать все обуви New Balance, и я думаю, что потом, когда какая-то пар выйдет из строя, у меня просто очень много кроссовок, у меня одни кроссовки, у меня нет ни одних каблучков, представляете, вот настолько я люблю кроссовки, я люблю, чтобы было комфортно, и я поняла, что если я буду что-то там заменять, чем мне так сам будет, еще хочется Adidas, ну, в общем, Adidas у меня будет там бороться с New Balance за новое место в гардеробе. Ну что, друзья, вот и все, мое видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться, напишите, пожалуйста, были ли здесь ваши хотелки, возможно, вы что-то хотите, может быть, очки, либо сережки, либо платье похожее, а может быть и New Balance, в общем, мне будет интересно, понравилось ли вам это в жизни, чего вы вообще думаете про мои покупки, зря я потратила деньги, либо все это принесло мне не только радость, но и какую-то красоту, в общем, я честно считаю, что все, что здесь куплено, ну, возможно, рамки, вот рамки, я реально, я не знаю, что с ними делать, я не знаю, зачем я их взяла, а подарить кому-то жалко, мне кто-то писал в телеграме, девушка писала, что он телец, по-моему, и типа она покупает все подряд, ей жалко дарить, что вдруг пригодится, вот я такая же такая, вдруг пригодится, ну, не знаю, все остальное мне кажется прям супер, прям классно, я все это ношу, мне это все нравится, доставляет удовольствие, а это самое главное, потому что, знаете, нафига мы работаем, вот я тоже очень часто экономлю, ничего не тратю, думаю, а зачем я работаю на трех работах, вот зачем, девочки, ответ очевиден, если работаете, можете себе позволить, вот, ну, в общем, видео подошло к концу, нам пора прощаться, спасибо огромное, что были со мной, надеюсь, что вам понравился такой виртуальный шопинг, как будто с подружкой вы посидели, да, я точно, я точно с вами уже виртуально подружилась, заканчиваю видео, все, пока-пока, до новых встреч, нового видео будет совсем скоро, прощаемся ненадолго, пока!